МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Они долгое время находились в тени в художественном музее Края, готовы показать зрителям отреставрированные шедевры искусства. Это программа «Наши новости» в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте! Ну что ж, как это часто и бывает, инициатива оказалась наказуемой. Застройщики жилого комплекса в Барнауле объяснили, почему вместо газона со скамейками во дворе появилась спортивная площадка. Вот та самая, которую на днях безжалостно демонтировали на Заменогорском тракте 104-П. История абсурдная и резонансная, а наш сюжет даже показали в эфире одного из федеральных каналов. Напомним, благоустроенную спортивную площадку снесли, потому что она, вернее, дети, которые здесь играли, мешали отдыхать местным жителям. Понятно, не всем свои подписи против площадки поставили всего 25 человек. Этого оказалось достаточно. У суда был главный аргумент. По проекту на этом месте должен быть газон, деревья и лавочки. Застройщик внес коррективы и вместо этого сделал площадку. Но его инициатива оказалась наказуемой. Эта детская площадка была построена для того, чтобы совместить центр детского творчества с вот этим дворовым центром. Поэтому и она была построена чуть-чуть больше, потому что и огорожена уже по-другому маленечко. Повыше был сделан забор, покачественнее была сделана вся сетка полностью. К сожалению, спортивную площадку уже не вернуть. К весне территорию приведут в порядок. Однако местные жители сомневаются, что с появлением здесь скамеек и цветников станет заметно тише. Но время покажет. Вот, например, в коммунальной сфере уже скоро должен произойти прорыв. Не порыв. Такой прогноз дал глава Барнаула Сергей Дугин. Заключение было озвучено на специальном совещании с губернатором Виктором Томенко, на котором решали, что делать с тепловым и водопроводным хозяйством. Только за несколько месяцев в Барнауле произошло несколько десятков коммунальных аварий. Для меня, вы знаете, это первый вот такой полный сезон зимний в Барнауле и в Алтайском крае. Но то, что я увидел, в моей жизни раньше не было. А вы знаете, я и в Норильске прожил 40 лет, и в Красноярске. О том, что ситуация с городским коммунальным хозяйством, мягко говоря, непростая, согласился и Сергей Дугин. Их главная причина всех аварий – износ сетей. Так, теплосети изношены на 54%, а для поддержания их состояния в норме ежегодно необходимо ремонтировать не менее 40 километров труб. Власти краевой столицы после такой аварийной зимы намерены ремонтировать в два раза больше. А вот какие еще перемены ожидаются в коммунальном хозяйстве Барнаула, расскажем в вечернем выпуске. В коммунальном хозяйстве Тюменцево уже произошли кое-какие сдвиги. Руководитель местного предприятия заплатит штраф. Правда, всего максимум тысячу рублей. Это наказание за то, что долгое время значительная часть поселка оставалась без воды. Летом прошлого года в Тюменцево обрушилась водонапорная башня. Многим жителям воду приходилось покупать. Детский сад и школа работали в сокращенном режиме. Сейчас коммунальщики утверждают, что авария полностью устранена. До сих пор остаются разрытые траншеи, просто не закрыты. То есть в них скапливается снег, все раскрыто. И у нас до сих пор нет уверенности, что это все до конца устранено, что там не просто залатали и что через месяц-два там опять не прорвет трубу или что-то еще не случится. Ситуацией в Тюменцево занялась прокуратура. Итогом прошедшего в американском Денвере шестого заключительного этапа Кубка мира. Он занял третье место в категории «Скорость». Вместе с Дмитрием за звание лучших боролось несколько десятков спортсменов со всего мира. Ледолазание – это разновидность спортивного альпинизма, где участники взбираются по ледовым стенам с помощью специальных топоров и кошек. В дисциплине «Трудность» на этом старте у Дмитрия только 13 место. Впереди у спортсмена долгий перелет домой и чемпионат мира, который пройдет 8-10 марта в Кирове, станет завершающим стартом в этом сезоне. А вот только на старте новый проект художественного музея. Здесь представили первую выставку возрожденных шедевров. Зрителям будут показывать отреставрированные произведения искусства, которые в будущем займут место в новых залах музея. Первыми свет увидели иконы. Покровец – это такой крестообразный плат, которым накрывают святые дары в церкви на алтаре. И он изначально был темно-синего цвета. Мы с вами можем только где-то в швах увидеть, какой был изначально цвет. Этот и еще 11 экспонатов были отреставрированы в рамках краевого проекта. Всего же картин, которые уже готовы показать зрителям, около полутора тысяч, но нынешнее здание музея не может их разместить и обеспечить достойное содержание. Все эти шедевры попали в музеи из частных коллекций. Сейчас уже трудно представить, что эти работы были покрыты плесенью, испорчены коррозией. К примеру, эта медная пластина попала на полки музея из старообрядческой общины, где налет с нее прежний владелец снимал кирпичом. В 19 веке икону завезли на Алтай из Москвы. Выставка икон под названием «Спасти и сохранить» открылась сегодня, и посетить ее можно до 31 марта. И в завершении нашего выпуска о погоде спонсор прогноза – компания «Эвалар». Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В Крае переменная облачность, без осадков, 0 в Камни-на-Аби, Рубцовске, Изминогорске, плюс 1 в Царинске и Олейске, до 4 тепла в Белокурихе, в Барнауле без осадков и до плюс 1. Телефон нашей редакции 722 440. Встретимся в вечернем эфире. Субтитры создавал DimaTorzok